Животные порой теряют ориентацию в пространстве, что приводит к неожиданным и странным ситуациям. Вспомним хотя бы массовое сбрасывание леммингов со скал или выбросы дельфинов на берег, которые ученые наблюдали совсем недавно. Похожий инцидент произошел осенью 2020 года с горбатыми китами. В то время три горбатых кита неожиданно оказались в водах восточной реки аллигаторов в Австралии, протекающей через национальный парк Кокоду. До этого были случаи, когда морские существа заплывали в пресноводные реки Австралии, но обычно они покидали такие места спустя несколько часов или дней. Однако в этот раз киты задержались в реке значительно дольше, что вызвало беспокойство как у ученых, так и у местных властей. Первой угрозой, на которую обратили внимание исследователи, было присутствие в реке множество крокодилов. Однако для китов это не представляло опасности. Длина этих морских гигантов может достигать 17 метров, а вес – около 30 тонн, так что нападение крокодилов на таких гигантов маловероятно. К тому же горбатые киты обладают гладкой кожей, которая снижает вероятность укусов даже со стороны таких хищников, как крокодилы. Однако главной проблемой для китов стала сама река. Пресная вода не подходит для нормального существования морских млекопитающих, привыкших к соленой воде. Более того, вода в восточной реке аллигаторов отличается высокой мутностью и наличием глинистых отложений, что затрудняет китам ориентацию. Дополнительно река имеет сравнительно узкое русло и быстрое течение, что мешает гигантским животным развернуться и вернуться в океан. Как пояснил представитель национального парка Кокоду, Фич Майли, основная причина заблуждения китов – это ошибка в направлении. Он отметил, скорее всего, они просто сбились с курса и направились не туда. К моменту этого заявления двое из трех китов уже смогли выбраться из реки и вернулись в океан. Однако третий кит застрял в 20 километрах вверх по течению, вероятно, пытаясь найти более широкое место для разворота. Местные власти приняли решение о ведении запрета на передвижение лодок по реке, опасаясь, что киты могут воспринять их как угрозу и атаковать. Это могло бы представлять опасность как для лодок, так и для людей, находящихся в них. Организовали воздушное наблюдение, чтобы отслеживать положение третьего кита, несмотря на трудности, связанные с мутностью реки. К счастью, эта история завершилась благополучно. 20 сентября 2020 года третий кит был замечен в океанических водах залива. Видимо, ему удалось найти достаточно широкое место в реке, где он смог развернуться и вернуться в свою естественную среду. Он провел в пресной воде целых 17 дней, что стало своеобразным рекордом для горбатых китов. По словам наблюдателей, кит выглядел бодрым и здоровым. Таким образом, несмотря на все сложности, история завершилась удачно, подтверждая, что даже в сложных ситуациях природа находит способ все наладить.